Итак, насмотревшись роликов про 3D принтеры, которыми просто заполонили нынче ютуб, мне также засвербило в одном месте. На семейном совете я торжественно наступил на горло своей жабе и заявил о покупке данного архиважного и безумно интересного устройства. А дальше был месяц ожидания, полученная на почте раздолбанная коробка, которой скотчем была приклеена измазанная вареньем бумажка. Мол, посылка ваша немного упала, раза 3 примерно, при сортировке. Потом мы ее судя по всему забыли под дождем, поэтому мы торжественно перемотали ее скотчем, чтобы вы были рады, что вообще ее получили. Я честно немного напрягся, подумав, что какую-нибудь хреновину внутри явно погнули или сломали. Но, хвала китайцам, все упаковано просто в огромную кучу поролона и по итогу все оказалось целым. Должен отметить, что к выбору модели 3д принтера я отнесся весьма халатно, а если быть честным, то взял тот, который первый попался на глаза. Я все равно в них ничего не понимаю, поэтому смотреть и читать обзоры было абсолютно бесполезно. На гербесте был найден первый попавшийся вариант по распродаже и собственно куплен. Уже сейчас я понимаю, что чутье меня не подвело и многие знатоки дела называют Ender 3 чуть ли не самым лучшим вариантом в этом ценовом диапазоне. Его ценник на данный момент в распродажу равен чуть больше 11 тысяч рублей, ну или 170 баксов. Там, кстати, сейчас уже вовсю работают различные акции под распродажу 11.11. Постоянно раздаются купоны со скидками и определенными суммами. Правда, эти купоны можно использовать только с ограниченным количеством товаров, ссылки на них я оставлю в описании. А еще там есть аналог предзаказа, типа как на Алиэкспресс, только это работает немного по-другому. Там сумма вашей предоплаты к 11.11 увеличивается. Например, вы хотите купить Redmi 6 за 145 баксов. Делаете сейчас предоплату всего в 10 долларов, а 11.11 получаете скидку в 26 долларов. И итоговая цена получается всего 120 баксов. Как-то так. Ну и естественно, уже сейчас есть просто огромная куча различных товаров по сниженным ценам. Всяких сюрприз боксов, где ты по факту покупаешь кота в мешке и не знаешь до последнего, что к тебе придет. В общем, распродажа на гербесте уже прет полным ходом. И апогеем, конечно, будет 11.11, когда будут максимально возможные скидки. Ну да я отвлекся. Собирается принтер достаточно легко. Во-первых, он приходит на половину собранный. И для окончательной сборки необходимо проделать всего 12 шагов. Для этого в коробке приходит подробная инструкция, где в деталях нарисовано, что к чему и чем прикручивать. В комплекте также приходят все необходимые инструменты для сборки. Отвертка, шестигранники, ключи. Все болтики, гайки, шурупы промаркированы. Поэтому с подбором проблем не возникает. Кстати, крепежа положено с запасом и после сборки остается небольшое количество на память. Еще в комплекте оказалась флешка на 8 гигов с картридером, шпатель для отрывания напечатанной детали и небольшой моток АБС-пластика. В общем, все, чтобы сразу после сборки проверить его на работоспособность. Сборка принтера заняла у меня порядка трех часов. И после этого я приступил к так называемой регулировке стола для печати. Как я понял из различных роликов, делается она при помощи обыкновенной офисной бумаги. Вот только никто не объясняет, как должна проходить эта бумажка между соплом и поверхностью стола. Легко или с трудом. Но методом проб и ошибок я выяснил, что бумага должна прям вот с трудом-с трудом пролазить между ними. Вообще, большинство обзоров на 3D принтеры, что я успел посмотреть, мне напомнили старый прикол про то, как нарисовать сову. Типа рисуем круг, овал, херак, сова готова. По этому же принципу строится и большинство обзоров на данную технику. Мало того, что зачастую сыплет терминами так, что башка начинает идти кругом, так еще и пропускают приличное количество действий, которые опытным пользователям этой техники кажутся весьма логичными и делаются зачастую на уровне рефлексов. Но нам-то, нубам, что делать, где брать информацию? Поэтому приходится обо всем додумывать методом проб и ошибок. Ну или звать знакомых людей с опытом. Так получилось и у меня. Я целые сутки пытался отрегулировать стол, но все равно у меня постоянно получалось, что зазор менялся в разных точках. И тогда я выбрал звонок другу, который имеет опыт обращения с данной техникой. Оказалось, что из коробки у меня не были затянуты болты на каретке под столом. Она уже была собрана, когда я открыл коробку, поэтому я на данный момент даже не обратил внимания. Да, собственно, и не знал, насколько там все должно быть зажато. После этого дело сдвинулось с мертвой точки. И взяв моток пластика из комплекта, я решил напечатать фигурку собачки с флешки, которая также идет в комплекте. Как же я ошибался? Я почему-то наивно предполагал, что тестового мотка пластика, по идее, должно хватать на печать объекта, который идет в комплектной флешке. Но моя логика оказалась несопоставима с китайской, и по факту пластика хватило только на жопу от собачки. Попробовал печатать пластиком, который идет в комплекте с 3D-ручкой, но либо с ним что-то не так, либо у меня по-прежнему руки не из плеч. Короче, он липнуть не желает. Пришлось в срочном порядке покупать моток нового пластика. Тут я правда тоже немного накосячил. Я взял его без пластиковой катушки, решив, что лишнее за нее переплачивать. Но по итогу оказалось, что это не очень удобно, и теперь далеко от принтера не отойти. Нужно постоянно мониторить и раскручивать моток. Пластик взял АБС. Почему не знаю, продавец настаивал, что с ним работать удобнее, чем с ПЛА. Надо будет попробовать, потом буду готов ответить. К тому же сейчас есть еще и другие варианты типы пластика. Их очень много, аж глаза разбегаются. Программа для подготовки модели к печати также идет на флешке из комплекта. Она достаточно простая, и я ее освоил буквально за полчаса-час. Вернее, я понял, за что какие параметры отвечают. Но вот оптимальные значения приходится подбирать до сих пор. Потому что те значения, которые идут в инструкции с принтером, при печати дают не самый лучший результат. Сейчас я делаю первые шаги в 3D печати. Пытаюсь разобраться с настройками и прочим. Должен честно признаться, что многое не получается. Выходит, очень много брака. Более или менее, нормально печатаются только фигуры с широким основанием. А узкие вещи или требующие поддержки обычно не получаются. Поэтому впереди огромные планы по детальному изучению этого принтера. Его улучшению, например, замены основания стола на стекло. Так как все воедино твердят, что тогда деталь будет липнуть гораздо лучше. Ну и плюс, хочу распечатать некоторые пластиковые детали, которые помогут улучшить работу этого самого принтера. Например, направляющую для пластика, держатели для шлейфа и провода. Ну и плюс, необходимо найти ему свой угол. Так как по габаритам штуковина не маленькая. Но он категорически не переносит при печати хотя бы малейшего сквозняка. Поэтому вариант с балконом, например, мне не подошел. А в целом должен сказать, что вещь, конечно, весьма увлекательная. И если вам хочется чего-то необычного, и есть пара сотен лишних баксов, то можно смело прикупить 3D принтер. Можно вот такой, можно другой, не принципиально. И вас это дело увлечет весьма надолго. Потому что, во-первых, сама доработка принтера до идеала. По-моему, бесконечная идея. А уж сколько всего интересного, необычного и нужного можно с его помощью распечатать. Это вообще огонь. 3D печать действительно затягивает. Если вам интересна эта тематика, то ставьте обязательно лайк и пишите комментарий. Чтобы я знал, что мне стоит ее продолжать. Ну или нет. Задавайте ваши вопросы, на что смогу, на то отвечу. Ссылки на принтер, распродажу, актуальные скидки и прочее прочее вы найдете в описании под видео. Всем пока и удачных вам покупок. Субтитры сделал DimaTorzok